Азия одной из первых начала отбор на чемпионат мира. Тут уже состоялось два тура, вот их результаты. В рейтинге FIFA между Сирией и Филиппинами расстояние порядка 40 строчек. Результат говорит сам за себя. Дубль у Аль Сома, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Футболист на данный момент отметился в четырёх играх к ряду. Гуам уступает Мальдивам, а через пять дней был бит Филиппинами, которых тренирует серб Милойвич. Надо отметить, что эта команда победила впервые за 10 месяцев. В игру вступает Китай, который разбил Мальдивы 5-0. Удаление в составе хозяев никак не повлияло на данный результат, так как оно было в концовке игры. Здесь был Дубль. Его автор футболист с нетипичной для Китая фамилией Элкисон. Мальдивы обычно крупно проигрывают своим нынешним обидчикам, однажды было даже 10-1. В группе A сразу четыре сбора набирают по три очка, но преимущество у Китая и Сирии, которые имеют матч в запасе. Сборная Гуама, которая успешно прошла первый раунд отбора, очков не набрала. Сейчас же мы с вами обозреваем второй раунд отбора. Сколько выходит команд в следующий раунд? Третий сообщим чуть позже. Следующий тур 10 октября. Китай и Сирия, видимо, укрепят свои позиции в группе. В следующей пятерке выступают два участника последнего Кубка Азии. Австралия и Иордания. Обе сборные одержали победы. В победе Иордании поучаствовал Баха Фассал, который выступает в Италии, но в серии D. Австралия еще в первом тайме сделала игру с Кувейтом и уверенно довела ее до победы. Мэтью Лэйки из немецкой Герты, автор двух голов. Подмечаем самый крупный счет первых туров. Кувейт разгромил соперника 7-0. Хотя эти две сборные в рейтинге находятся по соседству 156 и 161 места. Дубль у Аль Сулеймана. Фамилии большинства футболистов сборной Кувейта начинаются на Аль. В таблице также четыре сборные набирают по тречку. Однако у Австралии и Иордании сыграно на одну игру меньше. 10 октября участник чемпионата мира встретится с Непалом, а Иордания с Кувейтом. Китайский Тайбэй, он же Тайвань, отдохнет и сделает работу над ошибками после двух поражений. Группа Си. Иран и Ирак, которые выступали в одной подгруппе на Кубке Азии, из которой успешно вышли, вновь попадают в одну группу. Эти команды тут явно фавориты. В следующем туре Бахрен победил на выезде Камбоджу. И в первом, и во втором случае отметился один и тот же игрок. Аль Асват представляет чемпионат Катара. Его сборная не проигрывает 6 матчей в различных турнирах подряд. Вот и конкурент для Ирака и Ирана. Камбоджа и Гонконг сыграли в ничью. В следующем туре гонконгцы уступили одной из сильнейших сборных Азии и Ирану. Первый гол на счету Сердара, Азмуна и Зенита. Эти команды между собой за 51 год провели 4 встречи. И все они закончились в пользу сборной, чья столица Тегеран, причем в сухую. Итак, Бахрей набирает 4 очка и в следующем туре будет отдыхать. У Ирана 3 балла, у Ирака, Камбоджи и Гонконга по одному. 10 октября следующие матчи. Иран и Ирак между собой вновь не сыграют, зато им достанется Камбоджа и Гонконг. Интерес возрастает, скоро будет Корея, Япония, Катар, а пока переносимся в группу D. Сингапур в двух матчах набрал 4 пункта. Они сражались с участниками Кубка Азии 2019 года, Палестиной и Йеменом. Две игры провела и Палестина. Ей удалось обыграть Узбекистан со счетом 2-0. Это была их первая в истории победа над сборной Узбекистана. До этого было 3 фиаско. Йемен две свои встречи свел в ничью с одинаковым счетом 2-2. Про первую игру мы уже говорили, а во второй была ничья с участником чемпионата мира. Сборная, у которой одни из самых высоких зарплат Саудовской Аравией. Аравийцы на протяжении пяти своих матчей не могут никого победить. Два поражения и три ничи. Сингапур лидирует в этой пятерке 4 очка. На один балл меньше у Палестины. Четыре мяча забито и четыре пропущено. И третья строчка у Йемена. У Саудовской Аравии неожиданно один балл. У Узбекистана ноль. Эти две сборные находятся в хвосте таблицы. Следующие матчи проведут дома с Йеменом и Сингапуром. Может быть даже поправят свое положение. Ведь перед стартом отбора они, по моему скромному мнению, считались фаворитами группы. В следующей пятерке выступает сборная Катара, хозяйка следующего чемпионата мира. Что же она тут делает? Дело в том, что этот отбор, кроме чемпионата мира 2022 года, определяет еще команды, которые попадут на следующий Кубок Азии 2023 года. Катар в случае успеха попадет на Кубок Азии, а свое проходное место в следующий третий этап отбора на чемпионат мира отдаст другой сборной. Итак, эта сборная началась с разгрома. Команда вынесла Афганистан 6-0. Это была их первая в истории встреча. Лучший бомбардир Кубка Азии Али Алмаез в этом матче оформил хитрик. У Катара была черная полоса. Команда, как известно, принимала летом участие на Кубке Южной Америки, где даже не смогла выйти из группы. Поэтому это их первая победа за 7 месяцев. В следующем туре Катар вновь играл дома, но победить не смог. Сборная делит очки с Индией 0-0. Пожалуй, это сенсационный результат, так как индусы подходили к поединку с серией из 5 матчей без побед. Более того, сборная Индии в первом туре на своем поле проиграла Аману. Гости вырвали волевую победу, забив в концовке встречи два мяча. Герой матча Аль Алави. Этот коллектив имеет победный отрезок из 5 игр подряд в различных турнирах. У Афганистана было 2 игры. Во втором туре им противостоял Бангладеш, который прошел первый раунд отбора. Скажу, что в этом первом раунде, который можно даже назвать предварительный, участвовали не все, а только самые слабые сборные Азии. Итак, Афганистан добился в этом матче минимальной победы. Смотрим таблицу. Катар лидер 4 очка. У Амана и Афганистана по 3 балла, но у Аманцев на игру меньше. Индия набрала только 1 пункт, у Бангладеша 0. Третий тур также 10 октября. В группе F принимает участие Монголия, которая тоже вышла победителем после предварительного этапа. Оба ее матча сопровождались красными карточками. В первом случае они в большинстве обыграли Мьянму, а во втором случае в меньшинстве уступили на своем газоне Таджикистану. Сама же Мьянма проигрывает обе стартовые встречи. Второе поражение они получили от финалиста Кубка Азии Японии. Забивали футболисты, представляющие европейские чемпионаты. Мина Мина из австрийского Зальцбруга, а Сёя Накадзима из португальского порту. Японцы после поражения Чили на чемпионате Южной Америки больше не проигрывали с тех пор 4 игры. Таджикистан за 2 игры набрал максимальный результат 6 очков. В первом туре они одолели Кыргызстан. Итак, эта сборная Таджикистана выбилась в лидеры. У Японии и Монголии по 3 очка. Вы хотели узнать, на каком месте в мире Монголия? На 183 из 211 возможных. У Кыргызстана и Мьянмы в таблице очков пока нет. Напомню, что на первенстве континента в январе играли только Япония и Кыргызстан. В третьем туре страна восходящего солнца примет Монголию и, возможно, выйдет на первое место. Кыргызстан попробует взять первые очки в поединке с Мьянмой. Таиланд играл на Кубке Азии и даже вышел из группы. А вот в отборе к мировому первенству им удалось сыграть в ничью с ещё одним участником плей-офф Кубка Азии Вьетнамом. Затем была обыграна на выезде Индонезия 3-0. Супачок Сарачан оформил дубль. Сборная Индонезии до этой игры уступила ещё Малайзии, которая была среди слабейших сборных, так как играла в первом раунде отбора. В матче было зафиксировано два дубля Бетту и Самарех представляют местные чемпионаты Индонезии и, соответственно, Малайзии. Заметьте, что гости забили победный гол на шестой компенсированной минуте. Последний раз Малайзия побеждала своего соперника ещё 7 лет тому назад. В этой группе выступает ещё один участник Кубка Азии ОАЭ. Вот им-то и уступила Малайзия во втором туре. Матч закончился с минимальным перевесом Эмиратов. А ведь ещё 4 года назад счёт был 10-0. И здесь был дубль его автор Аль Мабхуд. Сборная ОАЭ не проигрывает на протяжении 5 матчей к ряду. Смотрим таблицу этой группы. Таиланд возглавил эту пятёрку. После двух игр ни одного поражения. ОАЭ имеет третчка. Малайзия набрала столько же. У Вьетнама одно, Индонезия на дне. В следующем туре эта сборная может продолжить своё падение. Им предстоит отправиться в ОАЭ. Вьетнам примет Малайзию. Заключительная группа отбора. Северная Корея, которая на Кубке Азии не набрала ни одного очка в группе и по итогам всего турнира стала худшей, удивляет и побеждает в двух стартовых играх. Были повержены Ливан и Шри-Ланка. В воротах ливанцев дважды расписался Йонг Ил Ван. Его сборная этим летом провела 3 товарищеские игры и все выиграла. С учётом матчей отбора у неё уже 5 побед к ряду. Шри-Ланка никуда не уезжала и проиграла дважды у себя дома. Туркменистан, обыгравший на выезде Цейлон, уступает через 5 дней одной из сильнейших сборных Азии Южной Кореи. Если взглянем на последний рейтинг, то эта страна в Азии третья после Ирана и Японии. Корейцы увеличили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. Последний раз они проигрывали в январе на чемпионате Азии Катару. Получается, что Южная Корея взяла реванш у Туркменистана за поражение в 2008 году. Кстати, в том году они встречались трижды. До поражения Южная Корея ещё выиграла две игры. Итак, Северная Корея имеет максимальный результат 6 пунктов. За ней расположились Южная Корея и Туркменистан, у которых по 3 балла. У Ливана и Шри-Ланки по нулю. В следующем туре Южная Корея примет Шри-Ланку. С большой долей вероятности наберёт 3 очка. А вот 15 октября в рамках четвёртого тура состоится игра между Северной и Южной Кореей. Запоминайте, 15 октября. Как известно, между этими двумя государствами нет прямой связи. И они договаривались через Азиатскую Федерацию Футбола. И как видим, соседи договорились. Игра официально подтверждена, но удивительного здесь ничего нет. Ведь в отборе на Чемпионат мира 2010 года две Кореи также были в одной группе. Обе сборные успешно вышли в третий раунд, где опять были в одной группе и его успешно преодолели. После чего отправились в Южную Африку. В третьем туре ещё ожидается поединок между Ливаном и Туркменистаном. Сейчас начинается не менее интересная часть нашего обзора. Мы уже ранее сообщали о сложном уровне отбора в Азии. После этого этапа 12 лучших команд ждёт ещё один этап. В нём будет две группы по 6 сборных в каждой. Кто же сейчас на данный момент входит в число 12 счастливчиков? Скажу, что напрямую проходит следующий круг первой команды. И четыре лучшие среди занявших вторые места. Итак, перечисляем. Китай, Кувейт, Бахрин, Сингапур, Катар, Таджикистан, Таиланд и Северная Корея. Катар, как было сказано выше, если займёт проходное место, то передаст следующей сборной. Лучшими среди вторых сейчас являются Сирия, Австралия, Япония и Иран. Южная Корея, которая также вторая в своей подгруппе, пока в этот список не попадает. Она проигрывает по дополнительным показателям. Также мы пока не видим Саудовскую Аравию, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан, которые также не слабые команды. Лучшим бомбардиром этого второго раунда является Али Алмаез из Катара. Если этот обзор вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на спортивный, будет дальше ещё интересней. Рекомендую вам узнать следующий новый состав Европейской Лиги Наций.